Добрый день, уважаемые слушатели, участники фестиваля «Диалектов». Сегодня мне хотелось бы немного рассказать о своей исследовательской работе, которая посвящена проблеме сопоставления фонетики тайваньского идиома и нормативно-фонетического языка «Конфла». В некотором исследовании является тайваньский идиом, который распространён на острове Тайвань. Родным или вторым языком для жителей Тайвань являются языки, которые относятся к южно-минской группе «Диалектов» и группе «Хакта». Южно-минские диалекции распространились на острове Тайвань где-то в середине 17 века после того, как жители мигрировались в материковые части Татая на Тайвань после непродолжительного господства голландцев и испанцев. И нужно сказать, что на данный момент потомки говорящих когда-то на южно-минских диалектах тайваньцев составляют где-то 70% от численности населения. Но если верить данным, то из-за продолжительного влияния китайского языка на тайваньский, все-таки на тайваньцев вообще, все-таки людей, для которых сейчас тайваньский является вторым языком или родным, гораздо меньше. Итак, лингвистические корни лежат в провинции Фу-Диань, точнее это уезды Тюань-Джоу и уезды Джан-Джоу. Сейчас нет какого-то устоявшегося названия для южно-минских диалектов. Тайваньский называют, как правило, тайваньским языком для стилистического удобства. Но здесь хочется сделать такую пометку, что нужно быть крайне осторожным в использовании терминов, поскольку иногда использование термина язык встречает негативную реакцию, поскольку вопрос, проблема язык или диалект по отношению к тайваньскому языку по-прежнему не решена и является острый по сей день. Хотелось бы сказать пару слов о тайваньском идиоме, об истории его развития и об истории развития южно-минских диалектов вообще. Большое влияние на тайваньский идиом оказала японская колонизация, которая началась в 1895 году. Тогда японцы вели концепт национального языка, и японский язык занимал в социолингвистической иерархии главенствующее место. Тогда у японцев была идеологическая цель превратить жителей Тайваня в японских граждан. Все это, естественно, встретило сильную антипатию, сопротивление со стороны тайваньских интеллектуалов. И все переросло в националистическое настроение, а затем и вообще в антияпонское движение. Но после перехода Тайваня под китайскую юрисдикцию, честно говоря, мало что изменилось именно в социолингвистической иерархии, поскольку положение местных языков осталось по-прежнему низким. И фактически просто произошел переход от японского языка к нормативному китайскому языку. И теперь он начал занимать место национального языка. Все усилилось после того, как в 1949 году правительство Китайской республики и миллионы китайских эмигрантов перебрались на Тайвань. Тогда нормативный китайский язык стал для них средством общения. И с конца 1940-х годов начинается кампания по продвижению мандаринского языка и систематическая маргинализация местных языков. Вводится политик Mandarin Only и запрещают в государственных учреждениях использовать местные языки. Это каралось штрафами и порой даже телесными наказаниями. Ситуация меняется после того, как в 1987 году было отменено военное положение. Тогда потихоньку начинают вводить меры по защите национальных меньшинств, по защите местных языков. К примеру, отменяют правила, которые запрещали использовать местные языки в средствах массовой информации, в государственных учреждениях. В 2001 году даже было введено обязательное изучение местных языков для учеников начальных классов. Это все сопровождалось дискуссиями о политической независимости, о культурной специфике Тайваня. И важным требованием была стандартизация фонетической записи этих языков. Однако все ограничивалось только созданием двух пробных словарей-версий, версий словарей, да, в которых были представлены рекомендованные обозначения часто используемых иероглифов для записи слов тайваньского, идиом и хака. И все столкнулось с трудностями, поскольку в тайваньском идиоме очень много диалектных иероглифов. И сейчас мне хотелось бы обратиться уже непосредственно к теме, которая была сегодня заявлена, к звуковой стороне. Хотелось сказать, что фонетическая звуковая сторона является очень уязвимой, поскольку она не имеет материального воплощения. И все это приводит к тому, что фонетика очень сильно подвержена влиянию извне, тем более влиянию бутунхуа, нормы, которая распространяется в Китае, то есть правительство настроено на то, чтобы все хорошо владели именно нормативным китайским языком. В связи с этим вопрос очень актуален, и в ходе своего исследования я хотела бы именно изучить особенности фонетической системы тайваньского идиома и сравнить эти особенности с особенностями путунхуа. В ходе работы использовала два таких основных источника, были другие источники, но именно эти являются базовыми для меня. Во-первых, это энциклопедия китайского языка, китайской лингвистики, а точнее одна из статей, которая посвящена минским диалектам, и словарь «Диалект». В энциклопедии можно найти систему инициалей южно-минских диалектов и систему гласных. А в словаре «Диалектов» систему инициалей и систему финалей трех диалектных точек южно-минской группы. Это семынский диалект, диалект Чао-Джоу и диалект Фу-Джоу. Таким образом, после изучения представленных систем, после некоторой систематизации обобщения, удалось вывести две сводных таблицы. Во-первых, это таблица инициалей, в которой мной был использован традиционный принцип систематизации инициалей, где в одной строке представлены инициалия, одинаковые по месту образования, а в одном столбце инициалия, одинаковые по способу образования. Нужно отметить, что в энциклопедии китайского языка лингвистики используется другой принцип, где наоборот. В одном столбце представлены инициалия, одинаковые по месту образования, а в одной строке одинаковые по способу образования. Но все-таки лучше придерживаться именно традиционного принципа. Здесь просто очень интересно обратить внимание именно на то, как расходятся традиции. И также я сделала такую сводную таблицу для финалей, где использован порядок, который использовался в словаре диалектов. Но я все объединила для того, чтобы можно было видеть, какие элементы являются общими для всех диалектных точек, а какие, наоборот, их отличают. Очень важной частью работы было изучение именно особенностей системы инициалей и системы финалей. И при изучении этих особенностей выявляется очень интересная тенденция. Нужно сказать, что в системе инициалей и финалей южно-минских, вообще минских диалектов, лучше сказать, минских диалектов, можно увидеть отражение древнекитайского языка. И оно отражается в большей мере, чем в других диалектах. Так, при переходе от древнекитайского языка к среднекитайскому языку некоторые изменения, которые произошли в этот период, не нашли отражения в минских диалектах. И отсюда можно предположить, что минские диалекты открепились от основной ветви семитибетской языковой семьи раньше, чем другие диалекты. И в ходе данного выступления мне бы хотелось рассказать буквально о некоторых особенностях, но об особенностях, которые будут наглядные, и которые ярко продемонстрируют эту преемственность между минскими диалектами и древнекитайским языком. В этом мне еще помогут, естественно, реконструкции среднекитайского и древнекитайского языка, которые я взяла из словаря древних произношений. Итак, вот одна из особенностей. В минских диалектах есть небольшой набор слов, в которых сохранились древнекитайские заднеязычные. К и К. В нормативном китайском языке вместо заднеязычных взрывных мы видим ретрофлексные, известные нам Джи Чи Ши. И вот в примере вы можете видеть, что на месте, где в минских диалектах и в древнекитайском стоят заднеязычные, в нормативном китайском языке и в среднекитайском языке ретрофлексные. Таким образом мы наблюдаем преемственность. Эту же преемственность можно увидеть и в системе финалей. В южно-минских диалектах сохранилась финаль ИА. В отличие от остальных диалектов, кроме ЮЭ, в которых эта финаль повысилась до И. То есть с помощью реконструкции древнекитайского языка мы видим, что и в древнекитайском языке, и в южно-минских диалектах сохраняется дифтонг, а в нормативном китайском языке уже монофтонг. Таким образом, мы лишний раз доказываем, что минские диалекты отличаются от других по степени преемственности как раз между ними и древнекитайским языком. Помимо изучения системы инициалей и финалей, большое внимание я также уделяла тонам и структуре слога. Вообще выделяются четыре категории тона. Это ровный, пьен, восходящий шан, нисходящий чу и входящий жу. Но в более поздних формах китайского языка также было выделено два регистра. Высокий, пьен и низкий ян. Регистр зависел от глухости или звонкости инициали. Звонко, инициаль, она тянула тон вниз. Это был низкий регистр. Таким образом, можно выделить восемь тоннов. Их можно видеть на слайде. Однако в южно-минских диалектах ян-шан и ян-чу объединились в один тон. И поэтому минань-хуа в общей сложности насчитывает семь, а не восемь тонов. Лучше даже сказать, что ян-шан перешел в ян-чу. И этим именно объясняется то, что шан произносится именно четвертым нисходящим тоном. И, наконец, структура слога. В миньских диалектах слог имеет либо структуру согласный-гласный, либо структуру согласный-гласный-согласный, где первый согласный реализуется широким набором согласных, а второй согласный реализуется либо глухим взрывным звуком согласным, либо носовым. Это, пожалуй, все именно о фонетической системе миньских диалектов. Под конец мне бы хотелось сказать, что вопрос по-прежнему остается очень актуальным, потому что и сама проблема язык или диалект еще не решена, и фонетика требует очень щепетильного подхода, очень достоверных, надежных источников. И при изучении данной проблемы наблюдается именно нехватка таковых. Вы могли заметить то, что непосредственной информации, касающейся тайваньского идиома, не представлены. То есть приходится отталкиваться от других диалектных точек и делать на основе этого какие-то выводы. Я очень надеюсь, что данная работа в дальнейшем поможет сделать некие выводы, и уже отталкиваясь от той базы, которая была создана, получится проводить дальнейшие исследования. На сегодня все. Я очень благодарна за внимание, буду рада вопросам. Продолжение следует...